всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполис и сегодня в рубрике коротко и ясно вы услышите об ипохондрии о состоянии когда вы постоянно жалуетесь то на это то на то то у вас сердце то у вас кишечник то у вас голова то у вас это то у вас то смотрите не переключайтесь и вы узнаете об ипохондрии все что вы хотели ну что же мы продолжаем темы сегодняшнего ролика в коротко и ясно это ипохондрия что же такое ипохондрия ипохондрия это синдром или совокупность симптомов или жалоб пациента когда человек постоянно тревожно прислушивается к себе то у него мысли о том что у него рак головного мозга то у него инсульт то у него как-то не так течет кровь то он как-то дышит не так кто у него не досмотрели почки то у него сердцем что-то не то то сердце не так скачет не так пляшет то что-то не то с кишечником любые соматические эмоциональные болезненные проявления вызывают у него творческую фантазию по поводу того что с ним происходит и развивается эта фантазия до смерти неимоверной несмотря на то что ипохондрик является самым лучшим посетителем частных врачебных клиник тратя огромной суммы на 15 раз колоноскопию на 18 раз гастроскопии ему не нравится потому что 15 раз колоноскоп не заметил онкологический процесс его анальном отверстии и его кишечники а 18 гастроскопия возможно что-то пропустила 38 и кг увидит на самом деле ту патологию которая не увидела 37 и кг я могу продолжать как вы знаете долго потому что ипохондрия и эти жалобы никогда не закончится что же стоит за такой штукой вашей психики ипохондрия это проявление невротического расстройства тех самых расстройств о которых канал невроза мегаполиса снимает уже ролики более шести лет подпишись на канал и будь в курсе всех новинок так вот что же стоит за такой вот хренью постоянно к себе прислушиваться а теперь слушай меня внимательно мало кто тебе об этом расскажут ипохондрия это защитный механизм психики который позволяет тебе внимание переключить акцент напряжения в головном мозге с одной зоны мозга на другую проще говоря я тебе нарисую представь себе что это твой головной мозг ну ты особо так сильно не парься он у тебя получше выглядит но в принципе похоже и представь себе что у тебя например есть нерешенные проблемы с мужем или женой или с работой или с какой-то сферой жизни представил и ты постоянно думаешь о том что тебя парит у тебя сессии у тебя девушка беременная у тебя там проблемы с мамой с папой с баблом неважно ты постоянно напряжен здесь на сто процентов в какой-то момент времени невротическое состояние достигает кульминации эта зона мозга переутомляется мозг ищет способы включить другую зону мозга чтобы эта зона мозга что сделала остыла чтобы она как-то охладилась в кавычках чтобы эта зона мозга охладилась нам нужно чтобы включилась вот эта зона мозга какая-то другая и вот здесь включаются защитные психологические механизмы которые должны переключить внимание все твое суда как ты думаешь какая эмоция может заставить вытеснить эмоциональное внимание у тебя все внимание и все внутреннее состояние сводилось к этой зоне родители деньги как же как же она как же я как решаете как не решать я не знаю как решить то ли уйти от мужа то ли не уйти а как ему сказать а как ему не сказать что переключить внимание такой женщины которая все имит про мужа или мужчины страх страх за собственную жизнь но конечно же инстинкт самосохранения самый мощный природный регулятор доминанты в коре головного мозга поэтому все ипохондрики верят что у них рак верят что у них болезнь потому что должен быть страх и вот эти все точки страха а вдруг это а вдруг то она будет крутиться по кругу постоянно создавая здесь внимание чтобы отсюда переключиться сюда то есть ты будешь испытывать эпохондрические жалобы ровно столько пока у тебя эта зона мозга где внутренний конфликт где нерешенные проблемы активно задача вашего покорного слуги и психотерапии не пытаться лечить ваши эпохондрические жалобы это только слив бабла наша задача устранить самое главное напряжение вот здесь и как только внутренний конфликт и как только основные проблемы которые вызывали внутреннее напряжение будут устранены защитные переключающие механизмы устранятся сами собой они вам будут просто не нужны и они уйдут за ненадобностью поэтому все мои клиенты которые решали проблему напряжения здесь говорили лишь ты знаешь я стала меньше об этом думать я стала как-то об этом не задумываются это меня очень не парит это я поняла что фигня и потихонечку это заканчивается то есть уровень напряжения в защитном механизме эпохондрика будет прямо пропорционален уровню внутреннего конфликта понятно о чем я говорю то есть чем сильнее истинное внутреннее напряжение внутреннего невротического конфликта тем сильнее фабические защитные эпохондрические состояния чем ниже тем ниже окей какие подписывайтесь на канал ставьте лайки ваш канал невроза мегаполис алексей красиков увидимся пока